Спасибо. Я очень признателен организаторам за это приглашение. Для меня, конечно, большая честь выступить на Арнольдовском дне. Тема моей лекции, ну, сейчас напомню, название стоит где-то написать. Пространство модулей. Неинтегрируемые системы. Ну, в основном, конечно, я сразу скажу, что буду говорить об интегрируемых системах. И вещи-то более-менее известные. Хотя некоторые, так сказать, комментарии к этим, вот уже известным вещам, мне кажется, могут оказаться небесполезными. Ну, собственно, две части во всем докладе будет. Первая часть, так сказать, вводная. Я просто напомню. С чего все началось. А началось все, как я думаю, с результатов, ну, сначала это была гипотеза, потом результат Виттона и Концевича. Которые построили некое специальное решение уравнение картовегедофриза. Вот, и несколько, вот, я хочу напомнить кое-что про это решение и про структуру самих вот уравнений, так называемые иерархии уравнений картовегедофриза. Которые есть, ну, некий бесконечный мерный аналог интегрируемой гамильтоновой системы. Гамильтоновой системы, в смысле, системы нелинейных дифференциальных уравнений. А во второй части я буду говорить... Ну, вот это я скажу. Это я скажу, да. Немножко про квантовые, квантовые интегрируемые системы. И связаны с этим алгебром. Алгебра симметрических функций. Значит, пространство модулей. Здесь будут появляться разные пространства модулей. В самом исходном варианте, вот то, что связано с Концевичем Виттеном, это, значит, пространство модулей, которое обозначалось так. МЖН, но еще черта сверху. Черта отвечает некой подходящей компактификации. Значит, точками этого пространства являются следующие наборы. Мы берем алгебраическую кривую рода Ж. с отмеченными, с набором отмеченных попарно различных точек X1, XN, которая рассматривается с точностью до эквивалентности, бигаломортной эквивалентности, сохраняющей эти точки. Кривую просто алгебраическую. А она тем самым просто комплексную структуру. Рименная поверхность, мне не хочется говорить о рименной поверхности, потому что из-за этой черты. Черта, она требует от нас компактифицировать пространство модулей римной поверхности. Из-за этого у нас приходится рассматривать также и сингулярные объекты. То есть кривые с особенностями типа двойных точек. Давайте лучше я... Изомофизм бирациональный? Да, да, бирациональный. Бирациональный, сохраняющий вот эти точки. И в случае, когда имеются двойные точки, сохраняющие также двойные точки. Стабильность... Значит, кривые требуются, чтобы были стабильны. Это вот определение пространства модулей. Вот эта компактификация. Это означает, что каждая компонента вместе с отмеченными точками, вместе с двойными точками, она не должна допускать непрерывных семейств автоморфизмов. Например, если на сфере две точки, то у нее есть непрерывные семейства автоморфизмов, которые просто вращения. Если на торе вообще нет ни одной точки, то тоже есть непрерывные семейства автоморфизмов, сдвиги. Это вот условия стабильности. Ну, давайте рассмотрим простейшие примеры. Простейший пример рода 0, конечно. И в этом случае, чтобы условие стабильности выполнялось, нужно по крайней мере три точки. То есть у нас имеется сфера с тремя отмеченными точками. Сфера риммана. А потому что условия стабильности будет нарушаться. Две точки 0 бесконечности, можно любые растяжения. Отмеченные точки должны... Да, да. Вот, но здесь мы знаем хорошо, какие имеются автоморфизмы на сфере. Это просто дробно-линейное преобразование. С помощью такого преобразования можно нормировать три точки так, чтобы это было 0 и 1 бесконечность. Вот, и все. Больше никакой свободы нет. И после этого у нас получится, что это пространство модулей. Это есть M03. Даже здесь не нужно ничего капактифицировать. Это есть одна точка. Если G равно 0, N равно 4, уже имеется 4 точки. Три из них можно посадить в 0 и 1 бесконечность. А четвертое уже останется Z. Поскольку все точки различные, то Z должно быть отличным от 0, 1 и бесконечности. То есть у нас получается пространство модулей, пока еще без черточки. Это просто пространство, это сфера с тремя проколами. Вот. Ну, а если мы поставим черту, капактифицируем, то, конечно, мы получим просто сферу. То есть M04, это сфера, ну, либо там проективная прямая, скажем так, я буду чаще обозначать. Ну, еще один пример соки. M11. Значит, это будет у нас эллиптическая кривая с одной отмеченной точкой. То есть Тор. Если мы вот это, наши отмеченные точки, можно выбрать любую голоморфную форму и интегрировать эту голоморфную форму по любым путям. Результат, конечно, зависит от пути интегрирования, поэтому отображение будет из эллиптической кривой, из Тора, будет не в плоскость, а будет в фактор плоскости по решетке периодов. Понятно, да? Ну, эта решетка периода определена неоднозначно, потому что она зависит от выбора базиса циклов, от выбора голоморфной формы. То есть она определена с точностью до огромно-линейных преобразований. От Ау плюс Б с Ау плюс Д. где А, Б, С, Д это целые числа с Л2, З. Что? Там же единица и Тау. Да, единица и Тау. Если мы нормируем один, есть на единицу, есть Тау, верхняя полуплоскость. То есть получается, чтобы в этом случае пространство модулей еще до капактификации, это просто то, что называется фундаментальная область за действием модулярной группы на верхней полуплоскости, которая, ну, картинка, я думаю, всем хорошо известна. Нужно взять, вот если это мнимая ось, взять прямую, а минус одна вторая прямую, одна вторая, вот эти две прямые, потом еще взять полукруг, радиус соединиться, и тогда, скажем, вот такую область можно выбрать в качестве фундаментальной. Теперь, если мы поставим черту, то нужно еще добавить точки на границе. Это все у нас точки на границе, конечно, склеиваются. И за это видно, что вот эти точки, это здесь у нас, это множество уже не будет иметь структуру многообразия, это будет так называемый орбифолт. Вот. И поэтому, чем больше широт, тем более сложные объекты здесь будут возникать. Тевология вот этих простонаст модулей, конечно, вещь очень сложная. Единственное, что сразу, единственная простая формула, ну, точнее, одна из немногих простых формул, которые можно сразу написать, эта формула для размерности вот этого пространства модуля линии Маффрода, размерности, как над каплей с нами числами, но это будет и в общем случае, это будет, вообще говоря, орбифолт, это будет 3g-3, это число, число комплексных параметров у ривны поверхность рода же плюс число отмеченных точек. Ну, за произвольное поле я не стал бы учаться. А если точку не влиять, то просто комплексные туры и то же самое наставка будет? Тогда, опять же, не будет условия стабильности, потому что на туры есть же вот сдвиги. Иерархия КДВ. Я уж привык КДВ, говорится, но КДФ вообще сейчас чаще по-русски. Что такое уровень? Уровень картовега фриза. Уровень картовега, само уровня картовега фриза, это уровень частных производных. у есть функция от х и т. Для этой функции должно выполняться следующее равнение. Значит, индексы я использую для частных производных по т. У по х плюс ε на квадрат делить на 12 на третью производную. ε это некоторый параметр. Правая часть этих уравнений будет зависеть от некого дополнительного параметра, который нам будет полезен, чтобы работать с пространством модулей. Это само уровнение картовега фриза, которое можно рассматривать так. Вот у нас есть бесконечное пространство, бесконечно мерное пространство функции у от х, функции одной переменной х. Вот. Так, это уравнение можно рассматривать как динамическую систему на этом пространстве. То есть, вот мы выберем какую-то функцию у нулевое, какую-то точку, в качестве начального условия. У от х0 равняется у нулевое от х. Решим задачу каши и получим решение от х, которое можно рассматривать как кривую, интегральную кривую динамической системы, которая начинается с этой точки у нулевое. Что означает интегрированность этой системы? Интегрированность означает, что у нас имеется на самом деле не одно векторное поле, а бесконечный набор коммутирующих, попарно коммутирующих векторных полей, которые еще на самом деле, для которых выполняется некое условие полноты. Так вот, это векторное поле, давайте я присвоим номер единицу, теперь это будет 1. Кроме того, будет совсем уж простенькое векторное поле с номером 0, это просто отвечая с двигом вдоль переменной x. Производная по это два чуть-чуть более сложной формулы у квадрат у и x плюс и ксалон квадрат на 12 2 у что там 2 у x 2 у по x у x и x плюс у у третья производная плюс епс на четвертый делить на 240 у пятая производная и так далее. И повторяя, интегрируемость такой вот, если так совсем уже на совсем неформальном уровне, означает всего лишь, что вот эти векторные поля коммутируют. Как это можно записать? Означает, что вот что, возьмем любое, скажем, это уравнение, правую часть этого уравнения, возьмем производную это по житому времени. Получим некое длинное выражение, некий дифференциальный полином от у и x, полином от у и x и выше по резону. Так же и не стану сейчас объяснять, как строятся эти уравнения. Мне нужно будет на самом деле для дальнейшего только один совсем простой кусочек, это интегрируемая иерархия, для которого я это сделаю. Так что пока то, что я написал некие несколько первых членов, вот эти так называемые интегрируемые иерархии, там есть некая общая конструкция, как эти члены строить. Так вот, теперь, собственно, я уже думаю, что могу попробовать сформулировать утверждение результат Хансевича Виттона. Речь идет о неком специальном решении. Чтобы выбрать это решение, нужно выбрать некоторую точку простанции функции. Так вот, эта точка вот какая, значит, у от Х, ну, я, пожалуй, еще должен сказать, что раз у нас есть все эти ветреные поля коммутирует, то можно искать решение для заданного начального условия, которое зависит не только, скажем, от Т1 или не только от Т2, а сразу зависит от всех функций силы коммутативности. Т0, Т1, Т2 и так далее. Давайте я буду весь этот бесконечный вектор Т со стрелкой обозначать. так вот, так вот, будем искать решение у Х, со стрелкой, которое при Т равно 0, равно просто Х. и вот это решение нам и будет давайте называть его Муханцевича Виттона. Это решение, которое и отвечает за некоторые вычисления, связанные с топологией вот этих пространств модулей. Значит, какие именно характеристики это решение будет измерять? Во-первых, я должен сразу сказать, что нам нужно не само это решение, а некое первообразное от него, так называемая Тау-функция. Тау-функция, которая есть тоже, Тау-функция, 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 которая определяется вот как. Берем логарифм этой функции, берем вторую производную по Х-квадрат, я напишу Эпсилон-квадрат еще здесь, да, и функция зависит еще от Эпсилон тоже. Ничего периодического здесь нет, это линейная функция. И на самом деле это решение имеет смысл только в классе формальных степенных рядов. Да, только в классе формальных степенных рядов. Вот. Тау-функция такая, что вот эта вторая логарифмическая производная это есть вот это решение о конце вечеринга. Это, конечно, условие эту функцию точно однозначно не определяет. Там есть некий постоянное интегрирование. Я более, чуть-чуть позже уточню, как выбирать постоянное интегрирование. Так вот, утверждается вот что. Результат, который был сначала суверон-дюринг-битоном как гипотеза, в конце вечера наказана, что это решение гипотеза, допускает следующее разложение. Ж больше рано нулю, и в основном степени 2G, 2G, минус 2, FGT, от T. Начиная с этого места, я чуть-чуть модифицирую обозначение, поскольку, видите, вот самое первое время это 0, оно ничем не отличается от X, то есть X я буду отождествлять с T0, и поэтому, начиная с этого места, я буду... X-одномерная, X-одномерная, да. А там написано именно D под X просто, вот там вот, где? Тау-функции, вот там, условия. D2 под X квадрат, вторая производная, да. Вот. И поэтому я буду опускать зависимость от X очень часто, то есть, поэтому это есть T0 от T, имею в виду, что X отождествляет. А там, D логарифм, да? Да. Вторая производная от логарифма, да. А, да. И вот это вот есть как раз вот при каждом G, это производящая функция для неких топологических инвариантов процесс-модуля рода G. Понятно, да? То есть, вот разные степени вот этого параметра эпсилона, они будут отвечать за вклады от процесс-модуля разных родов. Более точно, какие, как считать топологические инварианты? Для этого нужно придумать, как обычно поступают. Для этого нужно найти какие-то циклы на пространстве модулей. Ну, и считать, вот, скажем, под кольцо лучше даже циклы, или к-циклы даже лучше. И описывательный вариант в терминах под кольца к гомологии порожденными этими к-циклами. Как нужно поступить в этом случае, в случае пространства модулей? у нас над пространством модулей имеется вот у нас точка, еще раз напишу, точка пространства модулей, у нас имеется естественное линейное расслоение, даже набор линейных расслоений и от единицы до n до каждой точка определяет нам некой линейной расслее. Линейное что означает, что слой это комплексная прямая. Вот, так этот слой это просто будет ко-касательная прямая кривой цж в точке x и то понятно, да? Поскольку это кривая с одномерной и комплексной многообразной касательная касательная пространство одномерное комплексное пространство но это беремко касательная по некоторым причинам это удобнее. Вот, это не если это некое линейное расслоение, которое нам дается задаром, поэтому часто называются такие конструкции называются тофтологическими. Не нужно ничего особенно изобретать, чтобы их построить. Так вот, значит, и здесь равно линсона n и для каждого из этих линейных расслоений возникает естественный элемент класса гагомологии psi и то которое мж n которое есть первый класс черно от этого линейного расстояния. Вот, именно чисто пересечения этих классов гагомологии и считают функция Концевича Виптона более точная f gt и сумма по n tk1 tkn это некое это, собственно, вот эти времена делить на n факториал интеграл mgn с чертой psi 1 степени k1 psi n то есть вот эти временные переменные вот это бесконечного набора коммутирующих габилитоновых систем они у нас просто вот здесь возникает некая вспомогательная вспомогательная переменная вот в этих производящих функциях конечно конечно это не ноль то, когда вот значит ну размер класса гагмологии двойка на комплексном размере с единицы значка 1 плюс kn должно быть равно как раз вот этому числу эта функция еще является в некоторых смысле градуированной градуированной однородной вот это что-что кто играет роль исключительных точек исключительных исключительных что значит отмеченные точки у нас они нам нужны смотрите вот у вас имеется над каждой точкой над каждой точкой пространство модуля у нас висит комплексная прямая мы меняем вот эту точку меняем кривую меняем x1 xn все меняем у нас получается семейство комплексных прямых зависящих от точки базы это есть линейное расстояние над базой вот это есть теорема ну теорема сейчас уже на сегодняшний день имеется разные доказательства этой теоремы кроме оригинального концептического конечно я сейчас не не буду и нет у меня времени разумеется это требует все-таки некто времени доказательства теоремы но я хочу объяснить как использовать эту теорему для этого нужно просто взять и решать уравнение иерархии когда вы сначала нужно построить открыть какой-то справочник по интегрируемым системам найти как строить эти уравнения и потом вот построить решение с этим начальным условия это вообще требует даже само это вычисление требует внимания но я в качестве упражнения хочу предложить некую простую часть это вычисление упражнения как вычислять эти типологические характеристики для рода 0 же равно нулю еще напомню что что видите вот вклады разных родов они здесь собраны в соответствии с коэффициентами при разных степенях эпсилон и поэтому чтобы начальные условия вообще от эпсилона не зависит кстати говоря вот и поэтому чтобы вычислить характеристики рода 0 нужно собрать как легко понять все члены которые вообще эпсилон не зависит то есть мы смотрим на вот это уравнение на уровне карта вегата фриза и можем забыть вообще про все вот эти вот сложные члены я их сотру больше не менее понадобится только вот эти вот то что остается этой иерархии когда это вот это вот это значит нужно решить вот эти уравнения иерархия давайте напишу перепишу здесь уже в общем видео утка то уфкад разделить на к факторе факториал упа x равно 0 1 2 так далее с тем же самым начальным условием которое от не зависело у 0 от x раме так вот первая часть упражнения что решение в конце вещей витана от приостановлено нулю она записывается такой формулой сумма сумма p1 плюс pn m-1 единицы tp1 на n1 факториал так далее tpn делить на n p да pn делить на n здесь p1 факториал да спасибо p n факториал правильно вот очень правильно да n-3 n-3 появится как только мы еще дважды приинтегрировали придем к того функции для того функции тоже вот уже ну то что вот у меня я буду писать не на языке того прямо вот на языке вот логарифмы того f0 это будет действительно сумма больше равно трем больше равно трем это уже отвечает некому специальному выбору константа интегрирования единица делить на n на минус 1 на на минус 2 сумма p1 плюс pn из m-3 то же самое p1 1 факториал t pn pn факториал вот это и есть числа пересечения на пространствах рода 0 еще одно замечание что я пишу это все на языке логарифмов если вернуться к общему случаю логарифм тау это будет разложение оно будет содержать один сингулярный член то есть епсилл минус 2 природе 0 а потом только положительный если же мы захотим писать разложение не логарифма тау а самой тау это будет разложение в обе стороны но здесь полезно немножко вспомнить какие такие простые правила феймлинских диаграмм то есть это все тау функция это есть статсумбом некоторых матовой теории поля которая сумма представляете в виде суммы по диаграммам файмена а логарифм статсумб это называется свободная энергия которая оказывается тоже суммы по тем же диаграммам файмена но только нужно оставить только связанные диаграммы файмена диаграммы файмена это есть вот эти вот рима на поверхности которая здесь возникает вот формула которая здесь я это может быть не подчеркнул что здесь у нас сумма разумеется только по связанным может быть особым но связанным алгебрическим крибы так вот если мы напишем аналогичную сумму ну да правильную степень эпилен нужно писать по всем то мы получим не разложение не логарифма а самой функции там она будет уже содержать отрицательные степени эпилен любой любого порядка понятно да вот и что значит да еще я вот хочу еще по поводу обозначений вот вообще идея использовать физические обозначения она в самом среде математиков делается все более и более популярной в связи с этим вместо параметра эпсилон который в физической литературе назывался там струнной струнной постоянной использует постоянную планка ну в этом случае я бы не сказал что это так уж сильно мотивировано потому что это все пока у нас хоть и бесконечная мерная конструкция но все-таки есть самая настоящая классическая динамическая система но вот в какой-то момент я действительно тоже сменю вот эти обозначения тэпсон каверат каш черты потому что речь пойдет действительно уже квантовых объектов да n на минус 1 на минус 2 коэффициент так вот какой дальнейшие были результаты я хочу упомянуть только вот один результат уже существенно более я буду и потом другие другим вернусь к результату Александрова по-моему 2010 который написал некую в консписле некую явную формулу для то функции Концевича Виттена которая это есть нужно взять экспонент от некого линейного дифференциального оператора применять к единице напишу дифференциальный оператор 2 третьих сумма 1 2 1 2 такая т.р. dk плюс l минус 1 плюс y пополам сумма k плюс l плюс 5 вторых tk плюс l плюс 2 d2 pd tk dt l плюс какой-то еще дополнительный кусочек t0 в кубе на 6 плюс t1 на 16 понятно да ну экспонент определяет экспонент оператора определяется стандартным рядом экспонент если мы его напишем то у нас получится действительно ряд бесконечный поэпсон вот в обе стороны потому что формула для того а не для алгоритма то это сумма по всем сказать и храма фэйна по всем числам пресечения на пространстве модуля ваще говоря не связанных ременной операторности вот этот оператор который здесь появляется вот эту главную часть оператора и так называемые но разновидность так называемый cut and join оператора которая будет и будет играть важную роль в дальнейшем еще раньше до этого до этого да это красивая формула еще одна связь пространство модулей который уже ближе мог сюжета симметрических функций которые мы и 1 что так называемая лсв формула для чисел гурвица и кидал ландо шапир и вайнштейн по-моему это 2000 про не помню 2001 год ну что такое числа гурвица мы считаем рассматриваем римонова поверхности которые то есть многолистные накрытия над сферой риммана разветвленные над скажем заданным набором точек над каждой точкой давайте рассмотрим одну точку ветвления скажем п нулевое точка разветвления у нас вообще имеется скажем общее количество листов например d то что эта точка точки ветвения означает что некоторые из листы сливаются в этой точке но моя мой рисунок несколько неуклюже он не отвечает капрестное конечно тому что возникает капрестном анализы но так условно говоря здесь вот слились три листа здесь два там и так далее то есть означает что если w комплексные координаты зануляющиеся в точке p0 а z капрестные координаты в окрестности соответствующие точки на еврейную поверхность то отображение локально устроено так w есть z степени лямбда 1 здесь лямбда 1 из тройка w равняется z степени лямбда 2 здесь лямбда 2 двойка и так далее кратности что двойка двойка да это накрытие w выражается как есть голоморфный функция z w мезо ясно что суммарное количество лямбда 1 плюс лямбда 2 вот эти кратности это есть просто количество листов и так для всех точек в разветвлении понятно да вот это собственно и есть это возникает некое разбиение числа числа d то есть каждый наш кабинаторный тип каждой точке выпения определяется вот этим разбиением ясно что разбиение в одного и того и того же числа d значит как можно описать структуру римной поверхности можно поступая поступить так если мы выкалим вот эти точки из и сферы и выкалим их прообразы на римной поверхности у нас возникнет накрытие не разветвленное накрытие уже в топологическом смысле слова и тогда структура этого накрытия определяется конечно группы группы монотромии то есть нужно брать фундаментальную группу база между выкинуть вот эти точки p1pn n в группы перестановок слоя которая симметрическая группа так вот и собственно это это есть представление монотромии которые конечно описывается очень просто нужно в каждой точке знать вот тип вот это ветвление знать это самое разбиение скажем в то разбиение в точке 1 разбиение в точке 2 разбиение в точке n это нам определяет класс там соответствующую перестановку отвечающим маленьким петлям вокруг точки ветвления вот мы получаем перестановку отвечающие разбиению лямда 1 лямда 2 лямда н разумеется произведение эти перестановок если правильно выбрать порядок это есть тождественные таким образом эта задача о классификации в частности подсчете числа накрытие это просто задача из теории симметрической группы которые многие здесь присутствующих конечно изучали эту теорию уже начиная начиная с начальной школы вот конечно чтобы получить связную риму на поверхность нужно требовать чтобы это подгруппа порожденные этими элементами она бы действовать раздельно ну а если мы не будем заботиться о связанности то просто вот чисто алгебраическая задача вот и или сви формула выражает выражает эти числа гуровица для первого нетривиального случая выражает через опять же чисто пересечений уже некоторых других классов все классов и тоже класса входа на том же сам пространство и долине матр называется но для данного набора разбиение разбиение который который вычисляется нужно нужно посчитать число подгрупп симметрической группы с точки сюда фономорфизм может да под подгруппы вас порожденными такими дать такими перестановки то есть у нас имеется класс и мы знаем класс сопряженности каждого вы каждой образующей определяющиеся на совершили следующими диаграммами юнга имеется на сегодняшний немного разных доказательств это выводов этой формулы я даже не буду писать это форум потому что мне собственно главное даже не это будет то что вот это вот то что такая формула существует которая действительно связывает некую задачу из теории симметрических и серии симметрических групп с некими числами пересечения на пространстве модулей в частности одно из один из вариантов доказательства который появился в работе андрея кунькова и пандари панда по моему 2002 год на самом деле эта связь несколько модифицирована вместо чтобы рассматривать чистое пересечения там psy классов и лямбда классов пространство и удаление мафрада здесь они установили устанавливают связь между классами так называемый огромный вид она уже для противной прямой и числами гурвиц или я лучше буду писать и в теории симметрических групп вот и собственно вот то что то что я вот хотел вот во второй части доклада сказать прокомментировать это вот один из подходов вот конструкциям типа вот кунькова пандари панда которые вот стартовали с ели и и элисов и элисов и формула которая основывается на квантовых интегрируемых системах системы о чем речь но вы знаете если у вас имеется имеется некие правила игры правило соответствия между классическими динамическими гамильтоновыми системами и квантовыми системами которые если мы идем со стороны квантовых в сторону классических называется квазиклассический предел то есть мы постоянно и планка 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 за нуля им и делаем некие там процедуры получаем классическую динамическую систему и наоборот процедуры квантования я буду именно говорить о процедуре квантования какое какое динамическую систему я буду кондовать а вот это вот точнее вот этот набор динамических систем то есть квантование даже не все иерархии кдв а вот той которая получилась вот выкидыванием всех дисперсных членов всех эпизодных членов понятно да но я ничего не говорил пока что о том что это есть гамильтоновой системы что собственно и квантовать то будет начал нужно ввести скобку пассона гамильтониана я потом подумать а как же квантовать ну давайте сначала обсудим вот немножко должен добавить вернуться вот к этой иерархии кдв таком совсем и упрощенном сильно упрощенном варианте который очень не требует никакой науки и для что писать ее гамильтонову структуру здесь я буду для простоты я буду работать буду предполагать что этот набор коммунирующих систем на пространстве периодических функций решение конца речевидно кашни летников в отношении году на те имея сама формальная структура она проще описывать ее так вот начках описывается во-первых почему эти уравнения гамильтона уравнения где-то у меня написано еще это уже стерта неважно уравнение напишу у тк то есть у вк ты делить на к факториал у по x ты конечно можно написать как dpdx от у в к плюс 1 на к плюс 1 факториал я запишу вот как dpdx дельта ашка таби дельта вот x пашка это дагамильтониан а вот это есть оператор скобки пассона но оператор скобки пассона уже написано dpdx теперь что такое какой же гамильтониан вот я его напишу сейчас интеграл надо 2 пи у степени к плюс 2 вот x делить на к плюс 2 факториал надо x вот в самом деле если мы возьмем что такое вот вариационные производные но это оператор или рада гранжа нужно применить что совсем просто потому что у нас под интегральное выражение зависит производных оператор или так на граждан просто частные производные то есть дельта ашка то подальто вот x это просто будет у степени к плюс 1 делить на к плюс 1 факториал если мы еще раз по x по x про продифференцировать раз получится получим правую часть ката уравнения вот такого обрезанного картовые года фриза по собственные все как проверить саде говоря что проверить интегрируемость тоже очень просто нужно проверить что скобку пассона что гамильтониан и коммутирует по отношению скобки пассона как это посчитать что твой оператор скобки dpdx для спонт вспомним конечно мерный аналог не трудно написать бесконечный мерный вариант нужно взять градиент одного гамильтониана примите оператор скобки градиенту 2 гамильтониана вы проверю что это 0 давайте проверим в градиент я уже считал у в к плюс 1 делить на к плюс один факториал а это и будет производно по x то есть у степени эльтой делить делить на l факториал у по x dx ну что осталось заметить что это под интегральное выражение это полные производные от 2 периодической функции от какой именно а вот от какой dpdx у степени к плюс l плюс 2 к плюс 1 факториал или факториал делить на к плюс 2 поэтому это 0 все очень просто теперь мы хотим квантовать как это делать но никакого другого способа на самом деле нет кроме как выбрать канонические координаты и канонические моменты сопряженные конечно координата и ну и осматривать гельбертово пространство порожденное функциями от канонических координат где же у нас канонические координаты а вот где напишем напишем предложение в ряд фурье плюс выделим нулевой член у кота есть степень и к x плюс пк то есть и в минус и к x то просто обозначение для положительных отрицательных и коэффициенты фурье если мы посчитаем пока то и культа сколько вас она тоже как я как его костей объяснял то в общем стоишь сюда коэффициентом минус и к на дельта к л то есть это эти координаты почти канонически стоишь минус и ладно минусы я про него забуду про это а вот к существенной существенной у функции от x но мы рассмотрим теперь у нас все фазовое пространство координата на фазовом пространстве и так это коэффициент фурье это функция на фазом просто на фазом пространстве да вот а я сколько послана написано понятно да теперь мы хотим вот я уже стер и начну ну собственно вот систем это написано кара 012 и так далее наши галактирующие потоки которые мы хотим квантовать мы хотим сказать не только один поток мы хотим квантовать сразу все в чем собственно проблем это проблема в том что конечно мы можем это делать можем попросту говоря но давайте напишем особенно при h0 что такое h0 это есть интеграл от у квадрат пополам подставим ряд фурье проинтегрируем получится в классический гамильтанян вот он какой как его квантовать ну во первых общего правила квантования такое что вместо скобка пассона мы рассматриваем между просто координат на фазовом пространстве мы рассмотрим операторы действующие на функции от q например оператор q катая с крышкой действий на функции от q просто умножаете а на функцию куха то оператор пк то действует действует на функция подку дифференцирует и здесь уже нужно вставлять постоянную планка и вот нужно не забывать про вот это множитель к чтобы получить правильный коммутационные соотношения к умножить на df под д кукат а вот правило игры передач вот мы вот этому выражение должны сопоставить оператор здесь есть разные варианты потому что в классической системе q и p это просто ну числа не коммутирует а теперь это нас уже операторы поэтому нас есть некая свобода у 0 это просто у 0 коммутирует совсем просто наша наша сколку пассона это не симпатическая бесконечная верно образе она расслоена на симпатические листы и у 0 это номер симпатического листа вот кукатая пока-то . здесь у нас некая свобода есть какая у кого из оператор будет действовать первым ну вот здесь используют обозначение так называемый нормального упорядочения когда все операторы пишем направо справа оператор куди пишем слева и тогда мой мой оператор что-то вот это несущественного члена будет плюс h сумма к кукатая d по д кукатая и так можно поступить со следующей будет и тырал эту куба у в 4 и так далее так далее в чем проблема получим набор операторов на пространстве функции от q но эти операторы не будут коммутировать и будут коммутировать то есть мы у нас была интегрированная классическая система мы прокомментировали мы не получили в таком при таком вот наивном прямолинейный способ готова не мы не получим квантовый интегрируем из системы нибудь не получим набора коммутирующих квантовых интегралов нужно поэтому немножко поработать еще нужно подправить как строить подправить конструкцию вот я напишу ответ а потом уже объясню откуда этот от получив получается ответ вот какой первых я веду обозначение функция с от меня собственно функция нужна будет как ряд тейлора плюс сумма т 2 н двойка в степени 2 н 2 н факториал понятно такая элементарная функция смотрите h от z я сразу напишу квантование всей производящей функции конечно ведь и вот эти мои гамильтиняна интеграла степеней так ну а производящие функции это их экспонента разумеется то есть классическая классический интеграл был бы написать е в степени у z у я напишу сначала неправильно это потом поправлю под x взять нормальное произведение так не так не годится они не будут квантовать не вот и не будут прошу почти не коммутирует а нужно делать вот что написать за этот и корень из h за это еще один dpdx вот x взять нормальное произведение еще поделить урода месяца на 2 пи и с 1 это просто некая нормировка нам нужен еще правильный выбор базиса утверждение что если мы разложим по степеням z то вот эти операторы а парни коммутирует когда кататься на самом деле удивительно даже не то что догадать удивительно что разные люди догадались практически из разных с разных сторон догадались практически одновременно я скажу вот какое вот про то чья догадка для меня наиболее здесь существенно было очень через несколько минут конечно конечно просто если вы положите аж посмотрите что здесь написано в показателя вот написано разложение синуса гиперболическая вот это вот эта функция с от и поэтому если мы давайте я напишу немножко более явно это мне полезно будет есть вот это самый множитель с от h 1 2 z интеграль от 0 до 2 пи есть степень и z а здесь у нас будет у от x 1 член тождественной 2 минус аж за делить на 24 кажется у 2 производная плюс у 4 производные так далее так далее поэтому ясно что в главном члене получится просто е в степени z у а потом будут поправки поправки что а что он так будет аж 0 он останется аж 0 аж 0 останется что-то да он этим останется более того h1 тоже почти эти массы вы давайте аж а что ли он ясно что этим останется никого ничего сыра посмотрим более внимательно на h1 а ваш один это коэффициент причем при z кубе ну здесь у нас что-то есть неправильно написал прошу причине за где z квадратка аж первое z квадрате корень ты заша не z до z квадрате да и потом еще один z перед этим то есть на самом деле h1 если так посмотреть по повнимательнее то у нас он будет вот это вот единица 1 2 пи у в кубе на 6 dx и минус какая-то . квантовая поправка константа который конечно не существенно играет рекорд и минус вам абсолютно часто констант потому что потому что самый гамильтенян начинается аж нулевого аж минус 1 это казимир скобки вот что это такое ну видите опять же фактически но это константа она неинтересно это фактически формула остается классическое нужно помнить только про что про нормальное упорядочение то есть импульса мы пишем справа координата слева посчитаем куб от этого выражения лишь берем возводим в куб и проинтегрируем и по периоду нитривиально еще она получится когда когда мы пола возьмем давай два куска отсюда два члена один член отсюда либо наоборот потому что только свободный член дает нетривиальный интеграл поэтому это даст нам сумма аку и кужи п и плюс жи плюс q и плюс жи п и пожи и жи больше 1 единицы стоишь сюда какого-то коэффициента который я набираю что аж минус 1 это 0 до этого на вот это насчет это символ оператора терна бед напишем сам оператор вместо импульса поставим получим сумма